Братья-месяцы Программа о названиях, приметах и преданиях Третье апреля Фома. Фомин день. День переплута. Хозяина водяных. Праздник водяного. Лихорадки, вышедшие из лесов, болот и рек на Тарасе Кумошника 10 марта, продолжали мучить людей. Поэтому крестьяне молились об избавлении от недуга святому Фоме. По народным представлениям, лучшим средством от лихоманок, лихорадок тресовиц, считались печная зола и угольки. Они впитывали в себя жар и свет огня, который наделялся великой очистительной силой. Заболевший человек должен был собрать еще теплую золу и небольшие угольки, завернуть их в тряпочку и прикладывать к телу, голове, груди и так далее. Лихорадка, представлявшаяся в образе нечистого духа, не могла вынести огненного жара и убегала из тела. Знахари при таком недуге срезали у больного по пучку волос на лбу, на затылке и на висках, стригли ему ногти на руках и на ногах. Потом завязывали все это в узел и относили на перекресток. Из дома обязательно выходили задом наперед, чтобы запутать Кумоху, старшую из сестер лихоманок. На перекрестке узелок выбрасывали, перекинув через плечо и читали особый заговор на выздоровление. Но лихорадку пытались не только прогнать, но и задобрить. Например, пекли 12 пирожков, относили их на перекресток, традиционное место обитания нечистой силы, или в лес. Там, согласно преданиям, жили лихорадки и оставляли там, прочитав специальный заговор. Число 12 здесь не случайно, так как у Кумохи, кроме нее самой, было еще 12 младших сестер лихорадок, трясовиц. Иногда лихорадку старались обмануть. Если человек чувствовал, что заболевает, то он переодевался в выернутую задом наперед одежду, прятался в подполье и тому подобное. Доходило до того, что во время эпидемии крестьяне, чтобы обмануть болезнь, писали на избах – никого нет дома. Фома на Руси считался последним днем, когда дети еще могут кататься с гор, чем они с радостью и пользовались. Потом-то снега днем с огнем не сыщешь. А еще в этот день, как правило, бывают легкими роды. К 3 апреля обычно набухают почки усмородины, появляются белые трясогуски. Гром в этот день знаменует урожайный год, а если березовый сок течет обильно – к дождливому лету. В некоторых славянских родах сегодня день переплута, бога моря и мореходства, хозяина водяных и праздник водяного. Традиции и обряды этого праздника основаны на представлении, что водяной летом бодрствует и шутки шутит. Зимой же спит подо льдом рек, озер и других водоемов. С началом весны водяной, чувствуя пробуждение природы, просыпается злой и голодный. С досады он часто ломает лед на мелкие льдины, чтобы народ не мог ловить рыбу подальше от берега. Срывает плохое настроение и на рыбе, гоняя ее в разные стороны, а мелкую совсем может замучить. Поднимает воду в реке, и она несется, срывая мосты, мельничные снасти, гатти, прибрежные склады. Славяне, принимая этого природного духа таким, как он есть, договаривались о мирном с ним сосуществовании, принося ночью водяному требы. После чего водяной в ту реку, куда была принесена треба, дает рыбакам прекрасный улов, пригоняет рыб побольше да пожирнее. Кроме того, становится милостив и к рыбакам, не рвет сети, сберегает пловцов в непогоду, направляет лодку к родным берегам. Требы приносят и переплуту в моря и озера, благодаря за благосклонное отношение и задабривая его на будущее. Хорошего здоровья и удачи во всех благих деяниях ваших, славяне! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok